Дагестан Дагестан продолжит контроль за недрами, но уже в новой должности. Ратмир Расулов назначен руководителем Министерства природных ресурсов Дагестана. Каждому стубальнику по 100 тысяч рублей. Сергей Меликов чествовал школьников с особыми образовательными достижениями. Контракт с Манчестер Юнайтед и всего в 16 лет. Уроженец Дагестана Амир Брагимов стал игроком английского футбольного клуба. Подробности в спортивном блоге. Пятилетний ребенок погиб при столкновении газели с легковушкой в Дербенском районе, сообщает ВВД Республики. Авария произошла этим днем близ села Белиджи. Водитель Приоры выехал на полосу встречного движения и врезался в пассажирский микроавтобус. По информации наших источников, предварительно пострадали 13 человек. Владелец легкового авто был лишен водительских прав. Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с ДТП. В аэропорту Махачкалы поймали женщину, которая пыталась вывезти из России 54 слитка золота. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ по Дагестану. У нарушительницы, помимо брусков из драгоценного металла, был обнаружен лом золотых ювелирных украшений. Общий вес драгоценностей составил более 28 килограммов, а стоимость – 142 миллиона рублей. За контрабанду стратегически важных товаров против гражданки возбудили уголовное дело. Ратмир Расулов назначен временно исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Дагестана. Соответствующий указ подписал руководитель региона Сергей Меликов. Последние 8 лет Ратмир Расулов возглавлял отдел по борьбе с преступлениями в сфере земельных отношений и недропользовании управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД республики. На новой должности он сменит ранее уволенного Александра Зимина. Нового назначенца уже представили коллективу Минприроды. Те задачи, которые сейчас озвучил Нариманшин, это три основных вопроса – ТПО, недра и береговокрепительные вопросы. Они являются вопросами, которые влияют на социальный климат в Дагестане. С ними мы тоже будем разбираться по ходу и решать их. Вариантов других у нас никаких нет. Наша задача работает. Бриллиантовая недвижимость в Дагестане продолжает расти спрос на аренду квартиры и загородного жилья. По данным порталов по недвижимости, в республике спрос на посуточные квартиры вырос на 42%, а на загородные дома – на 49%. В июне, к примеру, средняя стоимость съемного жилья в черте города составила 3000 рублей, а загородного объекта – 6500 рублей. В историческом парке «Россия. Моя история» чествовали школьников с особыми образовательными достижениями. Глава Дагестана Сергей Меликов встретился с выпускниками, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов, а также с победителями международных и межрегиональных конкурсов. На мероприятии присутствовали более 70 учеников. Подробности у моей коллеги Тамары Самедовой. Дисциплина, постоянная работа над собой и вера в себя – это те качества, которыми обладает каждый из 100 балльников. В этом году наивысший результат по ЕГЭ показали рекордное количество дагестанских выпускников – 49 человек. Им по традиции Сергей Меликов вручил по 100 тысяч рублей, но денежные вознаграждения получили не только они. Мы стараемся уделять особое внимание талантливым детям и молодежи, понимая, насколько важна для ребят поддержка не только со стороны родителей, наставников, но и со стороны государства. В этом году присмотрена новая выплата премии для выпускников, которые получили по итогам сдачи экзаменов от 95 до 99 баллов. Подумывая более предметов, но вы, наверное, не помните, это был предмет нашего разговора в прошлом году с вашими предшественниками, которые посетовали на то, что иногда одного-двух баллов не хватает, поэтому мы решили в этом году инициативу тоже поддержать. Таких выпускников в республике в этом году 22 человека. Наибольшее число 100 балльников по химии. Наивысший результат по одному из самых сложных предметов показали 17 человек. Среди них и выпускник многопрофильного лицея номер 5 – Заур Дамая. Парень изначально поставил цель получить высокий балл и достиг его. Я тщательно готовился в школе и в первую очередь я благодарен Богу, хочу сказать, аль-хамду лиллях. Также я благодарен своим родителям, которые много меня поддерживали, благодарен своим педагогам в своей школе, которая создавала максимально хорошие условия для моей подготовки. Хорошие условия в школе и, вправду, залог успеха. Заур Дамаев – не единственный стобальник 5-го лицея. Здесь на наивысший балл сдали более 10 учеников. Мы, как одна из ведущих школ города, очень много внимания уделяем и дополнительным занятиям, и внеурочным занятиям, и элективным курсам. Это все, конечно, школа делает, как и любая другая школа. В первую очередь, это, конечно, нужен заряженный ребенок. Заряженный, мотивированный. Вот как Заур сказал, который себе поставил цель сдать на 100 баллов. Для многих выпускников такие встречи – возможность понять, что их труды не напрасны. За свои заслуги они благодарят не только своих родителей и преподавателей, но и главу республики. Я была очень рада присутствовать на этом мероприятии, посвященном участвованию стобальников. И хочу выразить огромную благодарность в первую очередь главе республики Дагестан Сергею Алимовичу Меликову за подарки, за внимание, оказанное ученикам. Также по инициативе Сергея Меликова принято решение премировать и победителей престижных конкурсов. Так, на встрече были отмечены учащиеся Кадетской морской школы-интерната. Они стали победителями Всероссийской военно-спортивной патриотической игры «Зарница», посвященной 79-й годовщине победы. Награду получил из Сирожудина Ахмедханов, ученик 7-го класса Новокулинской школы номер 2, ставший суперфиналистом международного конкурса юных штецов «Живая классика». «Это был очень сложный путь, так как я прошел более семи этапов, начиная со школьных, заканчивая региональных и дальше уже в Артек. Было очень много талантливых ребят, и главная сложность была в том, что там соревновались более 500 человек. И еще то, что вот эти многие ребята, они учатся в профессиональных театрах, в киностудиях, и они были тоже опытными». В завершении встречи Сергей Меликов поблагодарил юных дагестанцев за успехи в учебе и пожелал достижения цели в будущем во благо страны. Тамара Самедова, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ, Махачкала. Новые газели для дагестанцев в честь празднования Всероссийского дня «Семьи, любви и верности» Минтруд Республики продолжает оказывать дополнительные меры государственной поддержки многодетным парам. Руководство ведомства вручило ключи от микроавтобусов супругам, которые воспитывают десятерых и более детей. Торжественное мероприятие по этому случаю прошло в Махачкале. Новый транспорт получили шестеро семей из Акушинского, Казбековского, Каякенского, Налвалакского и Чародинского районов. Среди счастливчиков Чета Шамхаловых, у которых 13 сыновей и дочерей. Вот мы со всеми, к сожалению, не смогли приехать. Одни работают, одни в армии, двое сыновей служат в армии моей. Вот поэтому, кого смог с собой взять, взяли. Мы очень рады. Как раз нам этот автомобиль подходит. У нас получается 15 человек. Это тоже 15-местный микроавтобус. Ну, найдем мы, куда поездить. Отметим, что данная мера господдержки в Дагестане установлена с 2022 года по указу главы республики Сергея Меликова. За это время микроавтобусы получили около 20 семей. Конечно, такая мера поддержки очень нужна, очень важна. Сергей Алимович тоже это подчеркивает. Потому что многодетные семьи, они будут получать микроавтобусы. Конечно, им приятно. И 7-10 и более детей – это ощутимая, я думаю, мера социальной поддержки от Республики Дагестана. Да, естественно, то есть это будет ежегодно вручаться. Будем проводить такие мероприятия постоянно. В селении Куруш провели маджилист в память об убитом около 10 лет назад имаме села Мухаммаде Хидирове. 34-летний богослов выполнял просветительскую работу в Докуспаринском районе. Почтить его память собрались полпред по Южному территориальному округу представители Муфтеата Республики и имамы района. На мероприятии они выступили со словами наставлений и проповедями. На этот маджилист приехали очень много людей. Почему? Потому что сам Мухаммад Хидиров, начиная от Хасавюрцевского района, заканчивая до Рутульского, посещал, принимал участие во всех маджилистах и показывал правильный путь наших предшественников. И такие люди, как Мухаммад Хидиров, они были для нас примером и являются примером для подражания. 16-летний уроженец Дагестана Амир Ибрагимов заключил контракт с Манчестер Юнайтед. Об этом атакующий полузащитник сообщил в своих социальных сетях. «Горжусь носить эту форму и эмблему, быть связанным с историей этого клуба», написал Ибрагимов. О сроках контракта и о его сумме пока не сообщается. Футболист играл за юношеские команды разных возрастов. Также привлекался к матчам в составе Манчестер Юнайтед среди игроков до 18 лет. Он уже заигран за юношескую сборную Англии до 15 и 16 лет. На этом я с вами прощаюсь. Для вас студия работала по темат Канапова. Следите за новостями также на нашем телеграм-канале. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok